Экономист, финансист, банкир и ректор Международного института бизнеса Александр Савченко присоединяется к нашему эфиру. Александр Владимирович, приветствую. Да, здравствуйте. Александр Владимирович, по вашей профессиональной оценке, насколько серьезное продвижение мы сейчас наблюдаем в Соединенных Штатах Америки в частности? Достаточно серьезное. Я думаю, действительно, к летнему форуму Большой Семерки решение будет найдено. Оно лежит в трех плоскостях. Первый, самый простой, по этому пути пошли страны Европейского Союза, что речь у них идет только о прибыли от замороженных активов. Почему они-то работают? Да, работают, может быть, не очень эффективно. Это депозиты на счетах западных банков. Немного инвестировано в ценные бумаги. Некоторые средства просто лежат без движения, не приносят доходов. Поэтому вот сумма замороженных активов порядка 200 миллиардов долларов в евроэквиваленте, но там речь идет 3-3,5 миллиарда долларов в год доходов. То есть это не очень много, но тоже деньги нужны. Это вот первый пласт. Самый простой, повторяю. Другой предлагают британские финансисты на государственном уровне. Это использовать замороженные активы как залог под кредит, который будет выданный правительственными, скорее всего, западных стран, Украине. Он, скорее всего, будет беспроцентный. И в случае невозврата Украины этого кредита, вот деньги с залогой пойдут на его погашение. А в силу того, что замороженные активы в любом случае перейдут в руки украинцев только после решения международных судов, а это несколько лет, то эта схема тоже выглядит абсолютно безопасной и для репутации, и для исполнения. Очень простая, straight forward, как говорят британцы. Ну и третий механизм – это просто взять и конфисковать замороженные активы и передавать разными путями эти деньги для потребностей Украины. Или закупать оружие, или финансировать бюджетный дефицит. Вот этот путь сейчас наиболее приемлемый именно для Соединенных Штатов. Тем более, что у них действительно были прецеденты. Вы правильно в подводке показали, это Ирак. Ну, была еще и Венесуэла, и там без санкций ООН все это было. Ну, действительно, было прецедентное. Были прецеденты. В Америке и в Британии существует прецедентное право. Это достаточно для того, чтобы никакой суд не смог покушаться на вот это решение забрать активы. Теперь вопрос о суммах. Самая большая сумма все-таки – это в евро. Раша еще за несколько лет до начала войны свои активы начала усиленно переводить из доллара в евро и в золото. Ну, были инвестиции и в британскую валюту, швейцарскую, японскую, незначительную, и канадскую. Да, это резервные валюты, свободно конвертируемые. Вот, поэтому все-таки самая большая сумма находится в европейских банках. И конечные собственники через банки-корреспонденты – это Европейский Центральный Банк. Там порядка 200 миллиардов, может, даже больше. Меньше денег в британских фунтах, но они тоже есть. Ну, в британских банках денег намного больше, но они номинированы в евро, в долларах и в фунтах. Собственниками вот этих денег являются в конечном счете Штаты, Британия и Евросоюз. Вот, поэтому я думаю, что будет реализованный вот такой многовекторный сценарий. Американцы конфискуют эти деньги, британцы используют их в качестве залога, а европейцы пока на первом этапе будут использовать как залог. Ну, вы знаете, очень хорошую новость, что приняли наконец-то закон, и Байден уже, наверное, подписал, а может быть, через час, через два подпишет. Да, следим, ждем, когда это подписание состоится, и тут же сообщим нашим зрителям, конечно. Да, этот закон, но он предусматривает, что американская помощь будет идти пропорционально европейской помощи. Вот, это говорит о чем? С одной стороны, это хорошо, европейцы и так увеличили военную помощь, финансовую помощь Украине, которая сейчас превосходит американскую. Но речь идет о том, чтобы они приблизительно удвоили ее. И тогда может стать вопрос, а где брать деньги, да? Речь идет, по моему мнению, но где-то о дополнительных 50-60 миллиардов долларов. Это и финансовая помощь, и помощь на закупке вооружений. И тогда, тем самым, американцы подтолкнут ЕС к конфискации этих средств, которые пока заморожены, и только их прибыль в начале лета уже будет передана, часть ее будет передана Украине. Ну вот такая, видите, идет борьба и закулисная, и прямая за вот эти деньги. Но то, что Раша их уже никогда не увидит, это однозначно. Вопрос состоит в том, как быстро они будут идти в Украину или в специальные фонды для закупки оружия для Украины. Вот сейчас в чем вопрос. Скорость этого движения, она очень важна. Нам не нужна длительная война, нам нужна быстрая победа, отбить атаки врага и самим идти в наступление и с позиции Сивы уже диктовать, навязывать Путину мирный план. Я думаю, что вот эту стратегию уже разделяют и наши партнеры. Ведь не зря мы с вами все видели вот этот перелом, который произошел на прошлой неделе, когда не только глубинное американское государство, и в первую очередь разведывательные и военные службы выступали за поражение Раши, но неожиданно оно было поддержано, вот эта идея, и республиканцами, и демократами. И вот это глубинное государство говорит, вы, политическая власть, и республиканцы, и демократы, приходите и уходите, а американское государство остается навсегда. И в его интересах привести Рашу к поражению и к подписанию мирного договора на условиях Украины. Вот такой приблизительно я вижу план. И вот эти деньги, они играют первостепенную роль в реализации этого плана. Как только Путин, а за Путиным Кремль, а после Кремля и население Раши увидят, что их бьют за их же деньги, что вооружение Украины происходит за деньги, которые Путин, по сути, через свои неадекватные действия отдал международному сообществу, а оно отдает их Украине для нанесения ударов по рашистской армии, тогда и народ может задуматься, и Путин, в первую очередь, чтобы не допускать этого позора, будет вынужден пойти на более адекватные шаги. Хотя ждать от него адекватных действий, даже мыслей, представляется очень проблематично. Да, интересно, что это довольно широкий консенсус относительно того, что адекватных действий от России и Путина как-то не следует ожидать. Александр Владимирович, как Вы считаете, речь о конфискованных исключительно активах, которые принадлежат непосредственно Российской Федерации, или же это может коснуться еще и частных активов людей, которые имеют непосредственно отношение к преступному режиму кремлевскому? Ну, пока то, что я видел в нормативных актах в Соединенных Штатах, речь идет именно о суверенных активах. Суверенные активы – это активы Центрального банка. Они защищены еще более сильно, чем деньги государства, потому что центральные банки должны быть святее Папы Римского. Но параллельно мы знаем, что в Америке нет препятствий для конфискации денег любых олигархов из любых стран. К сожалению, мы это видели и на примере нашей страны, когда деньги Вазаренко ушли в бюджет Соединенных Штатов. И так американцы поступали не один раз. И были прецеденты даже на только маленькие деньги, там 5 миллионов Малафеева, православного олигарха, фашиста, вот были конфискованы и якобы переданы Украине. Просто 5 миллионов, я извиняюсь, я уже, 5 миллионов. То есть вот деньги других физических лиц Америка может забирать вообще без всяких проблем. Пойди судись с американским государством. Никому в мире это еще не удавалось. Поэтому все хрестятся только не иметь дела с американским правительством. Мы знаем, когда забирали деньги у немецких банков, французских банков, тех же американских банков, конфисковали собственность и бафиози, и коррупционеров из любых стран, и никто из них и не подумал судиться с Америкой. Иначе ты можешь очень быстро оказаться за решеткой. Почему? Потому что в Америке действует экстерриториальное право, в том числе и уголовное право. Если ты нарушаешь законы Америки, а они настолько сложны, то тебя могут арестовать в любой части мира и доставить в Америку для отбывания наказаний. Вот у них создана такая система. Вот, кстати, Путин хотел тоже это продублировать в России. Но у нас есть хорошая пословица. Кин ногу куе, а жабой свою представляю. Или что позволено Юпитеру, не позволено быку. Ну, можно так аналог римский провести. Поэтому, я думаю, вот там вообще нет проблем. Проблема в другом. Проблема, что Америка арестовала очень мало активов из ближайшего окружения Путина. В основном это Европа сделала. А вот в Европе судовая весть власти очень сильная. И там нужны еще, по моему мнению, десятки новых нормативных актов, которые позволят в судах государствам, которые арестовали эти активы, быть защищенными от таких случаев, которые мы видели. Когда Фридману и Ауэну, слава богу, не за весь период, но суд оправдал, снял арест. Но там были новые аресты более поздних периодов. Почему? Потому что европейское право пока не предусматривало вот таких прецедентов, как американское. А в европейской, континентальной Европе, там же нет прецедентного права. Там, по сути, право законов. То есть надо принимать законы, надо принимать нормативные акты, директивы Европейской комиссии, чтобы закрыть все позиции относительно государств, которые арестовали эти активы, а потом приступить к их передаче в Украине. Хотя у меня здесь особое мнение. Я выступаю за то, чтобы в случае добровольного отрешения того или иного олигарха от Путина, осуждения войны, добровольной передачи, по крайней мере, 50%, а лучше 75% арестованных активов в Украине, они получили индульгенцию на дальнейшую деятельность в Европе, например. Ну вот так можно рекомендовать странам ЕС действовать. Ну вот этот ход для того, чтобы расколоть расистскую элиту. Пока они сплотились все вокруг Путина, вокруг Кремля. А нам надо расколоть их, чтобы были перебежчики. Чем больше перебежчиков, тем быстрее рухнет система. Потому что сначала побегут далекие от Кремля люди, которые живут за границей. Потом кто-то сбежит из олигархов, из Москвы. А потом, можно так посмотреть, пропагандисты начнут бежать. И члены правительства. Никому не хочется отбывать последние годы своей жизни в гаагских тюрьмах. Да, естественно. Тут есть еще одна часть информационной, точнее, прошу прощения, экономической борьбы со страной-террористкой, со страной-агрессором Российской Федерации. Это санкционный режим. Уже обсуждается 14-й пакет санкций в отношении Российской Федерации. В частности, в Люксембурге министры иностранных дел стран ЕС встретятся и будут обсуждать. Среди прочего, по заявлениям представителей Швеции, там будут ограничения на теневой флот танкеров, которые перевозят российскую нефть. Теперь, Александр Владимирович, нужно отдельное обсуждение в рамках санкционного режима в отношении Российской Федерации для того, чтобы остановить этот теневой флот танкеров. Законодательной базы, которая уже существует, ее недостаточно? Да, конечно, недостаточно. Почему? Потому что санкции, даже которые касаются вот этого теневого флота, не предусматривают уголовную ответственность лиц, которые организуют обход санкции. То есть ты можешь задержать судно, но его надо не задержать, а конфисковать. Ты можешь задержать на несколько дней капитана, который, по сути, организовывает обход этих санкций, но не его арестовать и привлечь к ответственности. Так вот, этот механизм последний. Я надеюсь, и есть такие информационные прорывы, что и будет предложен Европейским Союзом. Там будет предусмотрена уголовная ответственность лиц, которые организуют обход санкций. Это касается не только теневого флота, но и страховых компаний, банков. То есть максимально надо расширить сферу действия этих санкционных механизмов. Более того, там будет предложено, я бы очень надеялся на это, всем странам Евросоюза разработать и внести изменения в уголовное право этих стран, чтобы уголовная ответственность неотвратимо наступала для тех, кто помогает обходить санкции. Видите, это бюрократичный процесс. Мы с вами об этом говорили год назад, что обязательно надо предусматривать механизмы наказания, инструменты наказания. А для того, чтобы реально наказать, надо внести изменения в законы. Одними нормативными актами изменить ничего нельзя в Европе. В Соединенных Штатах можно. Там система правовая выписана так, что вот эта санкция равносильна закону. И все ее должны выполнять. В Европе по-другому. В Европе сложнее. Европа должна только учиться применять вот эти санкционные механизмы. Но европейское право мы не изменим. Поэтому надо вносить изменения в законы. Странам дается год на это. Но я надеюсь, что многие страны сделают это за месяц. Куда еще год терпеть? Я уверен, что война за год закончится победой Украины и переговорами на условиях Украины. Согласно этому мирному плану, как основы для окончания войны. Да, изменения могут быть, компромиссы могут быть, но все они должны быть с позиции силы Украины. Александр Владимирович, спасибо большое. Среди прочего, из-за оптимизма огромное спасибо. Заражайте им. Надеюсь, это распространяется и на наших зрителей. Все должны понимать, что Украина победит. Потому что правда победит. Спасибо большое. Александр Савченко, экономист, финансист, банкир, ректор Международного института бизнеса, присоединялся к нашему эфиру. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.